Ну что, неужели у нас лето закончилось 16 градусов с утра, ребят? Ну, это скорее всего циклон, потому что у нас по погоде еще передают 25 градусов, 23 в дальнейшем на этой неделе. Поэтому, может быть, еще кто-то и успеет искупаться, пока море еще 20 градусов, 21. Смотрите, тема интересная затрону, это площадь квартиры. Вот как-то я давно уже спрашивал своих зрителей канала о том, какая благоприятная площадь вас устроит для того, чтобы проживать. Мы все привыкли, знаете, к стандартам, которые у нас в регионах существуют. То есть двухкомнатная квартира, это значит две отдельные комнаты и отдельная кухня. Все привыкли, что новостройки сдаются в ваших регионах уже с перегородками, уже с отоплением. В Сочи несколько по-другому. Очень часто вот прям спрашивают, Елисей, покажи трехкомнатную квартиру, покажи большую площадь. У нас там двое детей, к примеру, нам маленькая квартира, ну никак. И в итоге-то, понимаете, показывать-то и нечего. Вот правда, в основном не более двухкомнатных квартир. Давайте разберемся на примере, допустим, жилого комплекса Адлер. Либо жилой комплекс Континент возьмем, да, жилой комплекс Голубые Дали. Там, блин, больше двухкомнатных квартир-то и нету. А все почему? Потому что они мало здесь востребованы. Их сложнее продать. Это, понимаете, вот есть люди, которые на это обижаются. Типа вот застройщики строят, клетушки. А они вынуждены это делать. Вынуждены строить именно маленькие площади, потому что они более востребованы. Потому что город Сочи, это не только город, в котором люди перебираются переезжать и проживать. И город Сочи, это еще и в первую очередь здравница, да, это в первую очередь курортный город. И люди покупают себе квартиры для отдыха. И вот зачастую, очень часто, когда я показываю вот эти вот маленькие такие студии, да, там 25-30 квадратов, все прям задаются вопросом, а как здесь жить? Так вот, такие вот маленькие площади, как по 25 квадратных метров, да, до 30, многие выбирают как стартовую квартиру. Ну, вот как, к примеру, если бы отдыхали в гостиничном номере, да, то, в принципе, понимаете, что 25 квадратных метров, там, да, с условиями, пусть даже, такой минимизированной, минимальной кухонного гарнитура, в принципе, достаточно для того, чтобы там отдыхать. Зоны для того, чтобы играл ребенок, чтобы у него там ставился какой-то стол письменный, конечно же, нет. Поэтому вот эти вот маленькие площади, которые я вам показываю, ну, рассматривайте их как для отдыха. Я часто, кстати, про это говорю, что, ну, эта квартира, конечно, там, 23 квадрата, там, 20 квадратов, конечно же, не для жизни. Поэтому застройщики здесь также строят в свободной планировке. Редкий случай, когда там начинают какие-то перегородки ставить, это ФЗ в основном объекты, вот, которые по нормативам должны выделять там санузел, к примеру, обязательно, да, какие-то, пусть даже гипсокартонные перегородки. Но смотришь на это все то, что там делается из вот этих перегородок, особенно там под чистовую отделку, и понимаешь, что это все надо сносить, это все надо переделывать. Поэтому, когда вы просите и возмущаетесь тому, что застройщики делают черновую отделку без всяких перегородок, поверьте мне, это лучше, чем покупать уже с перегородками, непонятно по каким, допустим, там расстояниям, чтобы это все потом переделывать, да, и при этом уже цена-то завышается, цена уже становится выше. Хотел бы еще обратить ваше внимание на ценообразование именно по поводу строек, да, то есть вы, те, кто уже зритель давно следят за каналом, кто уже, допустим, более-менее разбирается в ценообразовании, в Сочи, вообще всему, по всему Сочи, не только Альдерский район, да, который я в основном показываю, ФЗ-объекты, они изначально отличаются по стоимости, то есть, также много подписчиков, которые возмущаются, говорят, как, такая вот цена квадратного метра, да я проще там уже что-то готово в этом же районе, там вторичку могу найти, да, ведь все равно уже делать ремонт и так далее. Но ФЗ-объекты подразумевают, что застройщика заставляют вкладываться в какую-то инфраструктуру, но это не секрет, вы должны понимать, что на ФЗ-объектах действительно администрация может как-то влиять, то есть она, допустим, может заставить какую-то школу построить, какую-то дорогу, какой-то детский садик, какую-то, ну, там, допустим, там, набережную сделать и так далее. То есть вы, покупая объект по ФЗ-214, уже вот это все оплачиваете. Если вам нужна квартира маленькой площади для отдыха, то изначально вы, ну, поймите, что вы переплатили за то, что здесь, допустим, там, в этом районе будет строиться школа или сделали какую-то часть дороги. Поэтому цена именно по ФЗ-214, она, правда, завышена. Вы посмотрите на, допустим, в примере, допустим, жилокомплекс фрукты, да, жилокомплекс морская симфония. Ну, морская симфония, ладно, она хотя бы бизнес-класса считается, да, то есть там 20-этажка, может быть, отделочный материал будет неэкономить, естественно, бизнес, да. Но вот если мы сравниваем, допустим, именно стройку, которая, ну, я бы назвал ее с комфорт с натяжкой, да, вот фрукты, кстати, я планирую, возможно, даже сегодня съездить и все-таки снять обзор, потому что давно до него не нахожу. То там-то будет не то представление о Сочи, которое многие мечтают. Опять же, ФЗ, вот взять Голубые Дали, примерно, тоже ФЗ. Немножко не то, что сочетание, допустим, архитектуры, то, что люди хотели бы купить. То есть в основном люди хотят что там, панорамных окон, допустим, нецентрализованное отопление, чтобы она, коммуналка была подешевле, хотят свободной планировки. А вот по ФЗ, к сожалению, такого не получается. Есть еще, конечно же, стройки, которые строятся не по федеральному закону 214, но при этом у них вся разрешительная документация. И вот многие говорят, а, это не ФЗ, это, наверное, какой-то там подвох и так далее. Вы понимаете? Если, опять же-таки, вернемся к ФЗ, да, если застройщик, к примеру, континент, вот я разговаривал давно еще, когда они пытались выйти на ФЗ, думали о том, что это будет благо, потому что, ну, с ФЗ это сразу уже ипотека, да, то есть можно продавать по договору долевого участия в ипотеку. Но застройщик сказал так, что удорожание выхода на ФЗ, аккредитация вот этих банков и так далее будет стоить ему 15 тысяч за квадратный метр. И вот здесь вот стоит задуматься, есть ли в этом смысл, то есть покупать изначально дорогой объект, из-за того, что он просто по ФЗ, и покупать его еще и в ипотеку, еще и строиться. Я вам так скажу, ФЗ-объекты, это, как сказать, это, конечно, надежно свели, допустим, там, технологии строительства, да, то есть там под контролем государства. Это уже выкупленные, допустим, там, тех условия, что не будет там проблем о том, что они не подумали, как они там будут, в какие нормы подключать и так далее. Но ведь за это все приходится переплачивать. То есть порой, как я сейчас опять же говорю, да, вот эти вот объекты, которые без ФЗ-аккредитации, стоят дешевле, дешевле даже уже в построенных домах, чем по ФЗ-214 просто стройка. Самое, конечно, доступное жилье у нас в Сочи, это со статусом жилое помещение, ну, или те квартирники, которые успели переоформить еще, когда была возможность строить на землях ИЖС и переводить по суду многоквартирные дома. Сейчас эта лавочка прикрыта, жесткие очень сейчас критерии по строительству, соблюдение всех строительных норм и так далее. Сейчас можно строить только дом, частный дом, который возможно поделить через суд на живые помещения. Вот в этом состоянии, то есть получается, что более доступное жилье, ну, потому что земля собственности, сам застройщик выбирает себе, какую ему делать отделку, ну, и, соответственно, это утешевляет, чем там ФЗ-объект, который там надо согласовывать везде и платить частично квартиры, кому-то что-то выделять, ну, вы сами понимаете. Поэтому статус жилое помещение – это сейчас как выход для людей, у которых очень маленький бюджет. И к заключению, да, нашего разговора о том, что маленьких планировок, ой, больших планировок-то нету. Вот для этого-то и есть возможность, ну, по крайней мере, не ФЗ-объектах, есть возможность в жилых комплексах, особенно там со статусом жилое помещение, даже вот там на примере континента Адлера, который строился, да, там можно объединить. То есть можно для себя, допустим, выбрать две какие-то площади и сделать, объединить их в одну квартиру. Поэтому вот в этом ключе, допустим, это даже удобно, вот эта свободная планировка. То, что у вас даже нет, допустим, выделенного санузла. Ведь вы таким образом можете, допустим, в одной части с коммуникациями выбрать для себя кухню, а в другой стороне, допустим, там санузел хороший. Поэтому, если вам нужна большая площадь, обращайте внимание именно на те новостройки, где, возможно, есть объединение, и вы уже выберете себе две маленькие какие-то, и получится там 50 квадратов, либо 100 квадратов, если вы возьмете, две большие какие-то, да, там торцевые квартиры в основном. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ждите новых обзоров. Всем пока!